Здравствуйте! В эфире информационная программа «День Республики» в студии Нагана Кашранова. В Калмыкии продлен режим ограничений до 23 января. Соответствующее решение было принято региональным оперштабом. Депутаты ЭГС рассмотрели проект бюджета на 2022 год. Львиную долю статьи и расходов основного документа занимает социальный блок. Они воспитывают наше будущее. Подведены итоги всероссийского конкурса за нравственный подвиг учителя 2021. В Калмыкии продлен режим ограничений до 23 января 2022 года включительно. Соответствующее решение было принято региональным оперативным штабом по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. В Калмыкии сохраняется действие ряда мер предосторожности в местах общего пользования, соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Кроме того, уже с 1 декабря в республике начнет действовать система QR-кодов. Сегодня Потухасиков встретился со студентами Калмыцкого медицинского колледжа имени Тамары Хохлыновой, которые вернулись в республику после стажировки в Коммунарке. Пять студентов нашего медицинского колледжа прошли стажировку в больнице номер 40 в Коммунарке. Они получили новые знания и практику смогли поработать вместе с профессионалами дела, поделился глава региона. Он поблагодарил главного врача Московской клинической больницы номер 40 Дениса Проценко за содействие, который лично посещал Калмыкию по приглашению известного хирурга-онколога Бадмы Башанкаева. «Тогда мы обсуждали наше взаимодействие и совместную работу по модернизации первичного звена, строительству новых объектов и цифровизации здравоохранения, а также развитию медицинского образования и привлечению молодых специалистов. Рад, что сейчас наши планы постепенно реализовываются», – поделился Бату Хасиков, отметив, что это сотрудничество будет продолжаться. Также глава республики напомнил, что Калмыцкий государственный университет имени Гордовикова получил лицензию на открытие медицинского факультета. «Скоро наши студенты смогут дома в родной республике получать высшее медицинское образование», – заключил Хасиков. И сегодня же эту новость обсудили на брифинге в стенах КалымГУ. Университет получил лицензию на право обучения лечебному делу и педиатрии. Всего на медицинском факультете откроется 50 мест. По словам министра здравоохранения Юрия Кикенова, Калмутский университет и профильное министерство будут развиваться в одном направлении. И благодаря этому сотрудничеству будет решен вопрос кадрового дефицита. Калмутский университет, мы его неоднократно освещали как ведущую проблему, с системой здравоохранения республики, уже через 6-7 лет может быть успешно решена. Потому что приток такого количества специалистов с высшим медицинским разобранием он ежегодно хочет заказать потребность тех, кто уходит на пенсию. И это дает возможность системе здравоохранения республики Калмыкии жить и уверенно смотреть в будущее. Потому что медицина, она у нас будет, и она у нас будет живая. Пока будущие медики будут учиться в 3-м корпусе КалымГУ в 5-м микрорайоне Листы. Но в будущем, по словам ректора ВУЗа, планируется строительство нового корпуса и общежития для студентов медицинского факультета. Фонд сегодня в части организации учебного процесса, а также для проживания, у нас сегодня на Великолепном государственном университете у нас имеется. У нас есть четкое понимание сегодня по структуре. Я имею в виду по структуре реализации данного направления. Я не детализирую его в структуре. Я говорю о помещениях, которые тоже определились уже. Это где будет располагаться. Это будет располагаться на 5-м микрорайоне. В здании мы определили для себя часть его реализации. Но что касается перспектив, вопросов, конечно, мы сейчас, и сейчас, и вчера, и сейчас, в том числе, мы рассматриваем вопрос и продвигаем вопрос в перспективе, в том числе, строительства, в том числе, объектов. Пока, как скажете, объектов. И к другим темам. Сегодня депутатами ГС в первом чтении был рассмотрен проект бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. В повестке внеочередного 27 заседания у депутатов значилось 13 вопросов. Как отметила начальник финансового управления администрации Листы Юлия Алакшанова, трехлетний бюджет города сформирован по программно-целевым расходам на основе девяти муниципальных программ, которые охватывают три основных направления – развитие социальной сферы, городского хозяйства, эффективное муниципальное управление. Так, параметры бюджета на 2022 год составили по доходам 3 млрд. 141 млн. рублей, расходы 3 млрд. 83 млн. рублей, дефицит 42 млн. 321 млн. рублей. На 2023 год объем доходов составил 2 млрд. 629 млн. 839,1 млн. рублей, по расходам 2 млрд. 652 млн. 55,1 млн. рублей, размер дефицита 22 млн. 216 млн. рублей. На 2024 год основные характеристики бюджета по доходам и расходам составляют 2 млрд. 388 млн. 2,1 млн. рублей, дефицит бюджета составляет 0 млн. рублей. Рейд бюджета города Элисты сформирован в соответствии с федеральным и региональным налоговым бюджетным законодательством и нормативно-правильными актами органов местного самоуправления. На 2022 год налоговые и неналоговые доходы бюджета города Элисты составят 913 млн. 430 млн. рублей, из них налоговые доходы 783 млн. 793 млн. рублей, неналоговые доходы 129 млн. 637 млн. рублей. По словам председателя ГЭС Николая Арзаева, бюджет города по сравнению с прошлым годом увеличился. Это связано с увеличением финансирования муниципалитета по индивидуальной программе развития республики и по национальным проектам. Львеную долю статьи расходов занимает социальный блок, куда в следующем году планируют направить около 2 млрд. рублей. «Поддержка, которую нам оказывают республиканские власти и глава республики, она становится зримой и осязаемой, если смотреть на эти цифры бюджета. Например, мы сейчас уточнили бюджет текущего года в размере доходов 4,5 млрд. рублей. Если посмотреть на 2 года назад, это было практически в 2 раза меньше, 2,8 млрд. То есть рост осязаемый, зримый и очень большой. Но это все предварительные цифры. Они будут корректироваться во втором чтении, потому что мы уже знаем, что Народный хурал республики Камыки принял решение по увеличению ставки НДФЛ для муниципалитетов, по транспортного налога у нас будет впервые 50% отчисления в муниципальный бюджет. Мы уже знаем о решении президента страны по Муроту. Поэтому все это учтено и за счет этих дополнительных доходов все эти решения будут выполнены». Также на заседании депутатами поднимались вопросы о ненадлежащем исполнении своих обязательств подрядной кампании, которая с лета текущего года занималась строительством дороги по улице Ипподромная. Как стало известно, в отношении этой кампании наложены штрафные санкции. До конца года ее обязали исправить все недочеты. «Уже миллион раз ходили, лично ходили по этим дорогам. Сам хожу там по газу, переделайте бордюр, переделайте это. Но потом начинаешь выяснять, правильно говорит Илья Владимирович, они на себя набрали то, что им невозможно ту ношу потянуть. Республиканские дороги позаходили. Мы говорим, вы зачем заходите на такой объем? Ну, возьмите две дороги. Они еще берут обваливаю цену, заходят по конкурсу, а потом мы все страдаем. И, к сожалению, нет инструмента. Мы для чего создавали наше предприятие, чистейшее, чистое новое предприятие, ДРСУ «Автодор». Мы же помним практику в прошлом году, когда построили улицу Победы. Дошло до того, что мы сейчас силами водоканала, силами водоканала, не подрядчиками, прокладываем инженерные сети под дорогами, вот Павел Павлович подтвердит, чтобы уже самостоятельно все делать. Но не можем напрямую подписывать. Нет, в законе это коррупция. Если напрямую подпишем с любым из мест нашей компании, либо с ДРСУ, у нас потом будут неприятности. И, соответственно, мы вынуждены быть заложниками вот такой ситуации. В целом, по ряду вопросов депутатами были приняты единогласные решения. Отметим, очередное заседание по утверждению бюджета на 2022 год состоится в конце декабря. Подведены итоги Всероссийского конкурса за нравственный подвиг учителя 2021. Проводится он уже в 16-й раз к Русской Православной Церковью совместно с Министерством Просвещения России при поддержке полномочных представителей в федеральных округах. В этом году конкурс проходил в Калмыкии. На суджюри поступило более 33 работ по духовно-нравственной и гражданской тематике от 48 конкурсантов из 7 регионов ЮФО. В финал было отобрано 5 работ. Победителей конкурса поздравили представители Калмыцкой епархии, профильных министерств и ведомств республики. «Людям, имеющим общение с детьми, сохранять, в свою очередь, молодость своей души, чтобы творчество было бы всегдашним вашим привычным бытием, чтобы поощрялась новизна, чтобы все то доброе, что накоплено веками, но чтобы оно преподавалось все в новых формах, увлекательно». «Конечно же, воспитание социально ответственной и всесторонне развитой личности, гармоничной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических традиций народов Российской Федерации, конечно же, отражает вот эту главную суть этого конкурса. Но самое важное, сегодня здесь присутствуют наши дорогие педагоги. Именно на ваших плечах, конечно же, ложится вот эта ответственность, именно эта социализация, о которой мы говорим в этой общенациональной цели. И само наименование конкурса отражает ваш нравственный подвиг, вашу гражданскую позицию». Конкурс проводится в целях укрепления взаимодействия светской и церковной систем образования по духовно-нравственному воспитанию и образованию граждан, стимулирования творчества педагогов, внедрения инновационных разработок в сферу образования, а также повышения престижа педагогического труда. Районы Калмыкии посетят передвиждая выставочная галерея. Подробнее о проекте «Зурачи», который реализуется при поддержке Министерства культуры Республики, рассказали организаторы на встрече с журналистами. Так уже сегодня жители села Малый Дербеты смогут воочию увидеть авторские работы именитых и начинающих художников Республики. В районе выставка будет находиться неделю. Далее по графику и Кюбрул с 8 по 15 декабря, а завершит маршрут Черноземельский район. И, как отметила основатель проекта Виктория Инжикова, всего за год работы «Зурачи» вызвал большой интерес и отклик среди населения. А в следующем году они планируют охватить и другие районы Республики. Проект «Зурачи» стартовал в январе 2021 года, и вот уже нам скоро исполнится один год. Но за это время короткое, скажем так, у нас очень хорошие, успешные результаты. Продуктивный год получился. Открыта онлайн-галерея, офлайн-галерея. А также были всевозможные участия в международных и российских креативных форумах в области искусства и культуры. Создано новое направление «Зурачи-гостиная». Это новый формат общения с творческими людьми. И одно из направлений проекта – это передвижная выставочная галерея «Зурачи» по районам Республики Калмыкия. По России с любовью накануне в Лагане побывало шесть участников масштабной экспедиции Русского географического общества. Членов экспедиции встретила делегация из Калмыкии. Для гостей была организована экскурсия в местном музее, а после они были приглашены на концерт в Дом культуры. В завершении программы путешественники посетили достопримечательности Приморского города. Основная цель экспедиции «Россия-2021» – показать нашу страну во всей своей красе. Раскрытие – мощный туристический потенциал. Одна из главных задач экспедиции заключается в беспрерывном прохождении основным составом группы маршрута вдоль границ Российской Федерации. Путь длиной более 35 тысяч километров осилят примерно за 283 дня пешком на велосипедах, автомобилях, катамаранах и даже ледоколе. Сейчас до конца экспедиции осталось меньше 30 дней, но точная дата будет известна только по факту прибытия группы к назначенному месту. Такой точкой станет Красная Поляна в Сочи. По словам руководителя проекта Константина Мержоева, все участники – люди опытные и уже не раз отправлялись в подобные путешествия. Но именно по такому маршруту они идут впервые. На данный момент все так, как планировали, так и продолжается. Единственное, у нас есть небольшое опоздание где-то в 2-3 дня. Это же длинная экспедиция, она длится почти 300 дней, поэтому, естественно, может график в связи с погодными условиями, в связи с поломками велосипедов или еще каких-то вещей, он двигается туда-сюда где-то в недельном диапазоне. Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала УТР на 21-й кнопке в IPTV «Зеленой точке» и Ростелекома и на официальном аккаунте в Instagram reacallam.ru. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова